Как нам его прожить? Как нам в него войти? Что нас ждет? Алексей Ильич, мы хотим от вас пророчеств. О, я в лиге таком, да, я просто хочу выступить. Не меньше, конечно. Вы знаете что? Мы, конечно, шутим, а на самом деле вопрос очень серьезный. Отвечая на него, я бы все-таки напомнил бы тем, что кто-то когда-то читал, или слыхал о том, что есть Библия. И там есть один замечательный эпизод. Событие, которому прямо научает нас вот на данный момент. Я говорю об одном великолепном городе, хотите, городе-царстве, Ниневии. Видимо, достигли там очень высокого уровня жизни. И, еще раз повторяю, достигли высокого уровня материальной жизни. И развратились. Ой! Бог посылает пророка Иону. Иди, скажи им, пока не поздно. Кстати, интересно, в русском тексте написано, там еще 40 дней, и Ниневия падет. В славянском тексте, который переведен с 70-ти, так написано 3 дня, и Ниневия будет разрушена. Ходит Иона, проповедует, и потом вышел за город, сел под тыкву, листья огромные, и ждет. И он говорит, что сейчас будет. А ничего не случилось. Боль, эта история очень интересная. И когда он возобил, там все, что же это Бог, ты сказал. Теперь я выгляжу обманщиком, наверное, он так думал. Бог ответил ему, как мне не пожалеть этого города. А почему пожалеть? Вы знаете, что сделали там? Сам царь встал со своего престола, сбросил царские одежды, в рубище оделся и призвал весь народ от мала до велика и даже всю скотину 3 дня ни есть и ни пить. А это знаете, что такое, где это Ниневия-то? Это современный Ирак. Сорокоградусная жара. Ни есть, ни пить. Какой стон поднялся к небу. Какое покаяние охватило людей. Покаялась Ниневия и осталась. Вот вы знаете, почему я привожу этот пример? Если бы сейчас нашёлся бы новой иона, который бы смог объявить по всей русской церкви, а может быть, даже по всему христианскому миру, давайте, вот, такое-то число, такой-то день объявим пост и покаяние. Пост и покаяние. Я вам скажу, если бы даже это сделали только христиане, даже если бы так сделали только православные христиане, даже если бы только русской церкви сделали, я не сомневаюсь, и на одну йоту прекратились бы наши бедствия. и этот несчастный ковид и прочие беды, которые происходят с нами. 21-й год в наших руках. Надо не забывать этого. Не Бог посылает нам бедствия, а мы лезем в гиенну. и так, вот, оказывается, что такое 21-й год. Я не хочу говорить, ой, он будет прекрасный. Ой, да ничего. Ой, да и то-то, и все-то. Он в наших руках, повторяю еще раз. Воспользуемся же этим. Правда, где бы он нашелся бы новый Иона? Алексей Ильич, это надо в 12 ночи показывать на всех каналах 31 декабря. Ой, не страшно? Не, Алексей Ильич, не страшно. Знаете, я обожаю, когда мы с вами вместе в эфире и вообще встречаемся, потому что вы тут, я там, а Христос посередине нас. Алексей Ильич, спасибо вам большое. Благодарю вас, что вышли. С наступающим Новым годом и Рождеством. И я анонсирую, Алексей Ильич, большое дело. Рождеством, а я вас Рождеством Христовым. Подловили.